Процесс перетягивания детского стола для кормления в эко-кожу с поролоном. Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность. К примеру, протирается обивка или худеет поролон. Приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Я перетянула стол для кормления ребенка, использовала материалы. Поролон шириной 5 см, стега на эко-кожу ромб, на клеевой основе, можно и без. Мебельный степлер, скобы к нему, иголка с плотной ниткой. У меня это хлопковая пряжа, ножницы. Чтобы поролон не отходил от сидения, в двух местах, спинка и стул, закрепила мебельным степлером. Осторожно снимая с губки эко-кожу. Клеевая основа очень хорошо клеится. Также добавила подлокотник. Стега на эко-коже, это материал состоит из трех слоев. Верхний эко-кожа, имитирующий фактуру натуральной кожи. Под ней поролон и подложка из панбонда. Цель расписать столешницу детского стула для кормления и покрыть всю поверхность стула акриловым лаком. Изначально стул был темно-коричневый цвет. Я его перекрасила белой акриловой краской. По много слоев, до эффекта белизны. Предварительно разобрав его на части и прошкурив. На подлокотнике поролон взяла ширину вокруг ручки с небольшим наложением друг на друга. Поэтому снизу с одной стороны поролона эко-кожа прошлась, закрепила мебельным степлером вдоль ручки стула. А другую сторону, так как у меня степлер уже не мог осилить толщину, так как идет наложение уже двух поролонов эко-кожи, взяла иголку с большим ушком и вдела хлопковую пряжу. По максимальной возможности, чтобы нитки были не видны, подхватила эко-кожа в трех-четырех местах. Оставила на местах ниточки с двух сторон, снизу ручки подлокотника, чтобы можно было стянуть и перевязать. Лишние торчащие нитки обрезала. Ребенок доволен.